Таганрогская телевизионная сеть О том, какие вопросы обсуждались и как прошла встреча расскажет Кристина Левкович Всероссийское общественное движение «Матери России» создано в феврале 2012 года Сегодня работает более 70 региональных представительств этого движения Их число постоянно растет Возглавляют представительства родители, занимающие активную жизненную позицию Готовые защищать права и интересы детей, содействовать развитию института семьи и благотворительности В этот вечер на дискуссионные встречи собрались мамочки, психологи, педагоги И просто неравнодушные люди к проблемам современной семьи Род разделился на две части, на мужскую и женскую И вот мужское начало, или духовное начало этого мира, небесное, именовалось Сварок Он задал основной нравственный закон То есть он приказал каждому мужчине иметь только одну жену, каждой женщине только одного мужа В этот вечер говорили о том, как воспитывали детей даже не в христианских, а в дохристианских семьях То есть период развития нашей истории Выяснилось, что одежду новорожденному краили из родительской, причем не из-за бедности А так как сила и энергия родителей накопилась в рубахе отца или матери И поэтому считалось, что ребенку лучше носить именно такую одежду Обсудили и то, как раньше выбирали себе спутницу жизни Традиции дошли до нашей дни, они сохранились, но мы очень часто не понимаем их значения Мы их соблюдаем, но для того, чтобы их понять, нужно заглянуть в глубь истории Нужно почувствовать мировоззрение древнего человека И понять вот эти традиции, которыми до сих пор полна наша жизнь Особое внимание уделили проблемам современной семьи В наше время разрушается традиционный уклад семьи Отсутствуют традиции Родителям необходимо научить своего ребенка сохранять интересы семьи А если бы сказал ребенку, ты знаешь, Костя, Налиточка, ты знаешь, естественно, что он влекут Ты не говори, что этот человек дурак, ты знаешь, Миш, у тебя интересное предложение Но я отдал слово маме с папой И вот его выполню, может быть, завтра я тебя поддержу Надо учить ребенка выходить из конфликта, не обрастая врагами И научить всю свою братью, окружающую, наклассниковую и уличную команду Считаться за тоннами семьи, которые он ребенок принадлежит Это наша задача материнская Без внимания не осталась и проблема компетентности как педагогической, так и родительской Педагогической, родительской, управленческой Мы, ученые-братья, мы наблюдаем хороших и разных специалистов Это факт жизни Проблема в том, кому нашим детям повезет встретиться, с какими учителями Проблема в том, к чему учиться, а у кого учиться Это проблема То есть, когда мы зовем ребенку дурак Мы должны понимать, что мы признаем его социальное несовершенство и независимость Но когда человеку 45, уже себя называют дураком, это уже печальная диагноз Одно из основных задач родителей – это создавать счастливые воспоминания в детстве для своего ребенка Задача – зачать, выкормить, вырастить и отпустить Но не как там у голодного волка в поле А отпустить для того, чтобы он к нам приходил как за свежей водой За поддержкой, за пониманием, за надеждой, за сверой А что получается? Мы чаще всего выступаем в качестве каких-то вселенских судей А почему вы решили, что ваша кочка зрения самая верная в этой жизни? Тут что все, нобелевские уреты сидят? Семья – это ячейка общества Ее фундаментальный кирпичик Но, к сожалению, она теряет свою ценность И сегодня необходимо каждому задуматься над тем, что такое семья и что такое род Мне кажется, мудрость нашей материнской любви и мужской, отцовской любви Это те вещи, о которых еще Лев Николаевич Толстой говорил Что мы воспитываем детей, думая, что самое главное в жизни только то, что мы видим Он сказал так Единственное объяснение той безумной жизни, которую ведут люди, заключается в том Что молодые поколения обучаются бесчисленным, самым сложным, трудным и ненужным предметам Не обучаются только тому, что нужно одно Тому, в чем смысл человеческой жизни Чем она должна быть руководима И что думали об этом вопросе И как решали его мудрейшие люди всех времен всего мира Это жизнь внутренняя, невидимая внешним глазом И вот одно счастливое воспоминание из детства ребенка Это тоже цитата Толстого, помните «Может спасти однажды жизнь человека» В последнее время Таганрог с полным правом Может претендовать на звание не только культурной столицы Юга России Но еще и шахматной Все больше турниров разного уровня проходит в нашем городе С участием как именитых спортсменов, так и новичков Особое внимание уделяется развитию детских шахмат Городская шахматная федерация в течение года проводит несколько детских турниров Один из них, традиционный новогодний, прошел во время зимних школьных каникул На подведении итогов побывала наш корреспондент Елена Краснова Такого количества участников новогоднего турнира по шахматам его организаторы Городская федерация не помнит уже давно 110 юношей-хахматистов из Таганрога и Никлиновского района поборолись за звание лучших из лучших По регламенту соревнований младшему участнику не меньше 6 лет Старшему не больше 18 Играли ребята в нескольких возрастных категориях или номинациях Отдельно мальчики, отдельно девочки Играли по-взрослому в классические шахматы В этот раз всем было час на партию Это были самые настоящие классические шахматы Было время деткам подумать Придумать всевозможные комбинации Все просчитать И это очень серьезно Это у нас считается подготовительный проверочный турнир Перед чемпионатом города В марте на каникулах состоится чемпионат города Точно с таким же регламентом тоже будет по часу на партию А это как бы подготовительный турнир То есть у детей перед чемпионатом города Есть возможность посмотреть Кто на каком уровне, кто отстает Кому нужно набрать обороты и подготовиться Для многих участников турнир оказался непростым Были нежданные победы и досадные поражения Даже у тех, от кого их совсем не ждали Однако каждый такой турнир Это прежде всего игровой опыт Без которого не бывает удачной шахматной карьеры На закрытие новогоднего детско-юношеского фестиваля Который прошел в шахматном павильоне парка имени Горького Присутствовали председатель комитета по физической культуре и спорту Таганрога Вячеслав Воскобойников Президент шахматной федерации Таганрога Елена Половина Наши дети получают на этом турнире Дальнейшее развитие шахмата Наш город традиционно в России стал шахматным Можно без зазрения совести сказать о том, что в нашем городе проводится ряд турниров Которые из самого высокого уровня Ну и конечно же, чтобы были эти турниры высокого уровня Должны быть и турниры такие, как сегодня мы провели Это детские турниры Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами от спорткомитета И призами от шахматной федерации Таганрога Второе место занимает Лемещенко Екатерина И первое место занимает Каханна Настя Уже 15 января в конгресс-отеле Таганрог состоялась церемония открытия Мемориал Владимира Яковлевича Дворковича Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам Рапид Гран-при России Для участия в Рапиде зарегистрировались 144 шахматиста Это международные гроссмейстеры, международные мастера Мастера Фиде из России, Украины, Армении и Испании А накануне здесь же состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером Чемпионом Москвы 2006 года по шахматам Старшим тренером мужской сборной России Александром Рязанцевым В конгресс-отеле Таганрог одновременно за 20 шахматными досками с гроссмейстером сражались 15 юных таганрожцев Младший из которых первоклассник Кирилл Воронов И пять взрослых любителей шахмат из Таганрога и Ростова-на-Дону Для юных шахматистов встреча с гроссмейстером – большая удача Как правило, о таком событии в их спортивной карьере они будут вспоминать всю жизнь Все сеансы одновременной игры я очень хорошо помню Я маленькая была совсем, у меня в память врезалась Мне было 6 лет, когда мы проживали в другом городе, это было в Белоруссии И меня пригласили на сеанс в парке Пригласил знаменитый мастер Ковалев Он сейчас является тренером сборной, женской сборной в Белоруссии И он тогда нас пригласил, мы сыграли, он со мной в ничью сыграл Ну это понятно, что маленькая лялечка в 6 лет не могла никогда ни с каким мастером сыграть в ничью Но я этот момент помню на всю жизнь, это меня привело в шахматы, я загорелась И он меня взял к себе в группу и занимался мной Я тоже надеюсь, что эти моменты для наших деток, они сыграют в ничью с кем-то Может даже выиграют у гроссмейстера И это их потом приведет в шахматы, они начнут заниматься этим усерднее Ну вот на что, тренер в олимпийской сборной обыграет всех, это понятно Никакого страха перед именитым мастером Игра есть игра, считают юные шахматисты На победу мало кто из них рассчитывает, а вот ничья очень даже может быть Страшно играть? Нет, не страшно играть Потому что я с гроссмейстером всегда играю в ничью Проиграть не обидно будет? Или такому человеку проиграть не обидно? Это не обидно Почему? Ну потому что он как бы старше, у него уровень высокий А мы еще до уровня не дошли И у нас еще мало опыта, от него мы можем взять еще опыта Партии длились около трех часов Наиболее близок к победе над гроссмейстером был Таганрожец Тренер юных шахматистов Владимир Гущин Но в конечном итоге ему не удалось переиграть именитого соперника И партия завершилась в ничью На счету гроссмейстера таким образом 19 побед и одна ничья После сеанса Александр Рязанцев поделился своими впечатлениями И отметил, ее участники оказали высокое сопротивление Поражение от гроссмейстера научит большему, чем даже ничья или победа Если это будет в упорной игре И даст наоборот новый виток развития шахматного Поэтому я думаю, что детям будет полезно И надеюсь, что это только придаст им уверенность и опыту В будущем поможет После завершения всероссийских соревнований по быстрым шахматам Рапид Гран-при России уже 18 января Таганрог примет этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин Подведены итоги конкурса под названием «Оставим елочку в лесу», который прошел на станции юных натуралистов Таганрога Ставший традиционным, он направлен на решение проблемы хвойных деревьев И создание новогоднего настроения без вырубки леса Перед членами жюри стояла нелегкая задача Выбрать из 100 работ лучшие В канун Старого Нового Года победители были награждены грамотами Конкурс решал сразу несколько задач Выявление поощрения юных мастеров Помощь в украшении личных елок А также поддержка семейных творческих традиций На сегодняшнем нашем конкурсе ребята покажут все свои изделия, которые они делали в рамках конкурса «Оставим елочку в лесу», чтобы нарядить нашу елку Я думаю, что эти игрушки, сделанные своими руками, будут намного интереснее и лучше тех, которые ребята могут приобрести в магазинах Не секрет, что в создании многих поделок принимали участие не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки Результаты очень впечатлили Большинство работ можно смело назвать произведениями искусства Моя игрушка называется «Овца-снегурочка» Помогала мама немножко Из чего она сделана? Из шапки Я делала символ года овечку, мне помогала мама Расскажи подробнее, из чего ты ее сделала? Мы ее делали, мы ее вязали крючком На всю джюри было представлено несколько десятков работ, выполненных в различной технике Декупаж, оригами, бисероплетение, лепка из глины, вязание и новых способах самовыражения Вот, к примеру, для этого символа года под пошла строительная пена Идею подал папа одного из участников конкурса У нас свыше 10 номинаций в нашем конкурсе Посмотрите, какие прекрасные игрушки сделали наши ребята Итак, в номинации «Елочная игрушка. Символ нового года» победила Пыхтина Дарья, лицей номер 4 И Пали Роман, это школа номер 9 А также в номинации «Оригинальная елочная игрушка» победила Тимченко Владимир, 32-я школа И Урвачева Дарья, 33-я школа А в номинации «Миниатюрная елочная игрушка» победила Осачья Мария, школа номер 9 И Савицкая Марина, 32-я школа В номинации «Елочная игрушка. Сказочный персонаж» победителем стали Голубков Дмитрий, 32-я школа И Муравьёв Александра, 9-я школа И еще номинация «Елочная игрушка. Снеговик» Первое место «Соловьёв Артём, 38-я школа» Бельгина Софья, 9-я школа Эсин Эзинг Снежана, школа номер 8 «Елочная игрушка. Ёлочка» Победители «Бедина Полина, 32-я школа» Ницинка Диана, 24-я, Шевченко Владислав, 38-я И у нас была еще номинация «Елочная игрушка. Новогодний пир» Победитель, учащийся в 22-й школе, Саблин Никита То есть много номинаций, много участников, много победителей Я думаю, ребята все тоже были довольны Итоги подведены, грамоты вручил сам Дедушка Мороз Он вместе со Снегурочкой провел познавательную викторину с экологическим уклоном А самое главное, говорят педагоги станции ЮНАТОВ Что результатами семейного рукоделия могут полюбоваться все гости праздника Центр внешкольной работы давно и успешно занимается музыкальным образованием юных таганрожцев Вокалисты, участники хоровых объединений получают заслуженные награды на различных конкурсах В дни школьных каникул ребята, которые любят музыку, собрались в ЦВР поиграть в игру под названием «Угадай мелодию» О победителях игры узнаем из следующего сюжета Музыкальное развлечение для детей среднего возраста «Угадай мелодию» Проводится в Центре внешкольной работы с целью привлечения внимания родителей к музыкальному развитию детей На зимних каникулах Центр внешкольной работы проводит ряд мероприятий И сегодня, в рождественские праздники, наши педагоги подготовили концертно-игровую программу А называется она «Угадай мелодию» Это семейная программа Вместе с детьми вокальных коллективов «Жар птицами» и «Стрели» На эту программу пришли и их родители, их младшие сестры и братья Для того, чтобы вместе поиграть, пообщаться, весело провести время, а самое главное вместе попить Потому что песня содержает и всегда повышает настроение Это мероприятие проходит с целью развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей в тесном взаимоотношении с семьей Угадай мелодию – это увлекательная игра по мотивам всем известной передачи Правила очень простые Наугад выбирается одна из песен И чем быстрее команда ее угадает, тем больше очков получит в случае правильного ответа Во время игры дети угадывали мелодии разных направлений Современные, руссконародные, танцевальные, из мультфильмов и кино В ходе игры школьники получают представления о композиции, ритме, музыкальных стилях, вспоминают старые песни, танцуют вместе со всеми друзьями В целом игра «Угадай мелодию» сделана так, чтобы ребенок мог весело и с пользой провести время В зале центра внешкольной работы игра захватила всех Дети с удовольствием отгадывали ранее знакомые мелодии и песни, а родители болели за команды Значит, лидирующими командами стали это «Зеленая елочка», солисты Григоренко, Литвинов, Алексей, София А вот им лучшими тоже первое место заняли команда «Фиолетовая фантазия» Это Кирилльчук, Саша, Голубкова Алина и Егора Аквакати Заключительная песня всех участников игры сделала этот день настоящим праздником музыки, дружбы и хорошего настроения Вы смотрели обзор наиболее интересных событий, которые произошли в нашем городе на этой неделе Благодарю вас за внимание До встречи!